Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович. А я Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 561 дня войны и главных новостях четверга, 7 сентября. Около 25 тысяч граждан Украины могут быть гражданскими заложниками и насильственно удерживаться Россией. Энтони Блинкин в Киеве. Поддержка Украины и скорбь по погибшим. Илон Маск в 2022 году сорвал удар Украины по российскому флоту. Главного редактора хакасского издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева приговорили к пяти с половиной годам заключения за так называемые фейки об армии. Теперь обо всех этих новостях по порядку и начинаем мы, как всегда, с военной сводки. За прошедшие сутки произошло 40 боевых столкновений. По данным Генштаба ВСУ, в результате штурмовых действий силы обороны Украины продвинулись к югу от Бахмута. В ночь на четверг Россия продолжала бомбить Украину иранскими ударными дронами. Были зафиксированы пуски 33 шахедов. В основном в направлении южных районов Одесской области. При этом было сбито, как утверждают в воздушных силах Украины, 25 дронов «Камикадзе». В частности, дроны «Камикадзе» атаковали объекты припортовой и гражданской инфраструктуры измаильского района Одесской области. Два человека пострадали. Были разрушены элеваторы, административные здания. Повреждены частные дома, и это уже четвертая атака по району Измаила за последние пять дней. Также силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. Ожесточенные бои идут на Купинском, Лиманском, Маринском, Запорожском и Авдеевском направлениях. При этом люди постоянно страдают в результате подрывов на оставленных после боев взрывных устройствах. Только за прошедшие сутки в Сумской и Харьковской областях четыре человека пострадали в результате подрыва на взрывных устройствах. Позже один из них скончался в больнице, и в связи с этим власти Украины призывают людей проявлять огромную осторожность, передвигаясь по непроверенным дорогам, не трогать никакие предметы и вообще избегать лесов, лесополос. И особенно пойм рек, особенно на пространствах, где шли бои или которые находились под оккупацией России. Но, в свою очередь, в России продолжаются атаки беспилотников. В Ростове-на-Дону один беспилотник упал непосредственно рядом со штабом Южного военного округа, второй в центре города, в результате чего были повреждены фасады домов и разбиты автомобили. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о трех сбитых дронах. Один дрон был сбит над областным центром, а два других на подлете к городу. Также пострадал вокзал Брянск-Орловский. Ну, кроме того, российские власти заявили, что в ночь на четверг дроны также попытались атаковать Москву. Один из беспилотников был сбит в подмосковном Раменском. Кроме боевых действий на линии соприкосновения, Украина проводит самые различные операции на оккупированных территориях своих. В частности, в Херсонской области, в той части, которая оккупирована Россией, в населенном пункте Олежки, был подорван автомобиль, в котором находились российские военнослужащие и сотрудники ФСБ. Об этой операции отчиталась Служба безопасности Украины. Во всяком случае, информация об этом ушла в медиа. И интерфакс Украина ссылается на источник без имени, публикуя эту новость. Но в целом, обстановка на оккупированных территориях Украины продолжает оставаться очень сложной. В том числе и из-за действий российских оккупационных властей, российской армии. Оттуда угоняются люди в Россию. И по данным Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубенца, в целом приблизительно 25 тысяч граждан Украины могут считаться пропавшими при особых обстоятельствах. То есть быть гражданскими заложниками и находиться в российском плену. Вот цитата Лубенца. По поводу гражданских заложников, по моей информации, приблизительно 25 тысяч граждан Украины могут считаться таковыми, кто пропал по особым обстоятельствам. Ситуация у нас не меняется, она крайне ужасная. Фактически ежедневно россияне задерживают гражданских на временно оккупированных территориях, таким образом пополняя данный список. Ну, в общем, это входит в разряд тех преступлений, которые расследует как сама Украина, так и те, кто ей помогает в расследовании российских военных преступлений. Статистика регулярно ведется и, как мы видим, публикуется омбудсменом Украины также регулярно. О военных преступлениях России в Украине говорил и Энтони Блинкен, госсекретарь США. Он очень обширную программу выполнил в Киеве. Он встречался и с Владимиром Зеленским, президентом Украины, и с Дмитрием Кулебой, министром иностранных дел. Он побывал в Ягодном Черниговской области, где российские войска в школьном подвале удерживали несколько сотен гражданских. Там были пытки, естественно, бесчеловечные обращения и так далее. И вот что сказал Блинкен, как раз когда он был в Ягодном. Все это сводится к человеческому измерению, к жизням, историям мужчин, женщин и детей. Таких, как те люди, которые были заключены в подвале этого здания. И это только одно здание в одном селе, в одной общине в Украине. И это история, которую мы видели снова и снова и снова. И госсекретарь США сказал, что, конечно же, совершенно никакого оправдания нет. Ракетному удару по рынку в Константиновке, в Донецкой области, было опубликовано видео, где госсекретарь с гневом и недоумением говорит о гибели людей во время этого ракетного удара. Впрочем, надо здесь сказать, что некоторые военные аналитики говорят, что это могла быть украинская ракета. Такие предположения высказывал, в частности, основатель конфликт-интеллидженс-тим Руслан Левиев. Такие предположения также высказывал обозреватель немецкого таблоида Бильд Юлиан Репке. Конечно же, все это сразу же тиражируется российскими провоенными телеграм-каналами, провоенными блогерами различными. Но анализ записей еще предстоит сделать. В любом случае, даже те, кто говорит, что, возможно, это была украинская ракета, говорят, что в таком случае это была явная трагедия, непреднамеренная, естественно. Ну и потом Россия имеет историю длительную обстрелов гражданских целей с массовым скоплением гражданского населения. Это вокзал в Краматорске, это Харьков, это много других случаев. Так что, конечно же, в любом случае в развязывании этой войны и в том, что ракеты летят в места скопления гражданского населения, виновата Россия, по мнению практически всех в международном сообществе. Но если продолжать тему визита Антони Блинкена в Украину, то он также объявил о дополнительной помощи более чем на 1 миллиард долларов на совместной пресс-конференции с Кулебой. И туда входят 665,5 миллионов долларов на новую военную гражданскую помощь в сфере безопасности. Огромные, конечно, средства уже выделило США, Украине. Сначала вторжение России – это более 43 миллиардов долларов. Ну и Кулеба на той же пресс-конференции сказал, что обсуждал с Блинкеном возможность поставок Украине дальнобойных ракет «Атакамс». Киев довольно давно уже просит эти ракеты. Мы знаем, что некоторые другие страны относительно дальнобойные ракеты Украине предоставили. Ну вот опция пока остается открытой. И Кулеба сказал, что он надеется, что дискуссии в администрации США приведут к положительному решению. Америка также продолжает давление по дипломатической линии, в частности давление на страны-изгои, которые продолжают поддерживать Россию. Одной из таких стран является, конечно, Северная Корея. И вот на этой неделе администрация Байдена, ссылаясь на свои разведданные, сообщила, что Москва и Пхеньян ведут переговоры на тему возможных поставок оружия. Потому что мы знаем, что у России наблюдаются огромные проблемы с оружием для того, чтобы продолжать эту агрессию против Украины. И вот сегодня вице-президент США Камала Харрис предостерегла Северную Корею от поставок боеприпасов России. Она подчеркнула, что если Северная Корея все же решится это сделать, это будет большой ошибкой. Она также уверена, что это приведет к дальнейшей изоляции как для России, так и для Северной Кореи. Подробное очень было интервью Харрис телеканалу CBS. Харрис сейчас находится с визитом в Индонезии, но она также высказалась о своем видении продолжающейся войны. Она подчеркнула, что Россия находится в отчаянном положении и, по сути, уже потерпела стратегический провал. Надо напомнить, что действительно в Северную Корею приезжал министр обороны Сергей Шойгу в этом году. Также приезжала, вроде бы, по некоторым данным, отдельная военная делегация как раз для переговоров о том, чтобы Северная Корея поставляла боеприпасы. И в ближайшее время, с 10 по 13 сентября на Дальнем Востоке, состоится экономический саммит, на котором, вроде как, ожидают Ким Чен Ина, северокорейского лидера. Вроде бы он опять приедет на бронепоезде и в какой-то из дней увидится с Путиным. Пока Кремль эту встречу не подтверждает, но, насколько я помню, это всегда делается по требованию северокорейской стороны, объясняется соображениями безопасности, что до самого приезда Ким Чен Ина в Россию об этом не говорят. Ну и эксперты в интервью «Голосу Америки» объясняют, почему Россия обращается к Северной Корее за боеприпасами и, возможно, комплектующими для военной техники. Во всяком случае, все практически, кого я опрашивал, это и эксперт Eurasia Group Эли Уайн, один из основных американских экспертов по Китаю, и это и профессор университета Джорджа Вашингтона Роберт Саттер, который один из первых заявлял о очевидности союзничества России и Китая, когда еще в США это не все видели. Все они говорят о том, что Россия действительно находится в отчаянном положении, но самое главное, что у нее есть от этих контактов и побочная выгода. Во-первых, она таким образом укрепляет разные альянсы с третьими странами, даже пусть и со странами-изгоями, чтобы противостоять США в самых разных регионах. Во-вторых, она, в общем-то, здесь выступает вместе с Китаем, который является главным спонсором Северной Кореи, главным гарантом фактически режима в Северной Корее, потому что Россия вряд ли бы предприняла какие-либо шаги, в том числе вот такую личную встречу Путина и Ким Чен Ына, не посоветовавшись с Пекином. В общем, это встреча, которую все ждут, и, как мы видим, администрацию США, она довольно серьезно беспокоит. В свою очередь, у Евросоюза, который помогает Украине боеприпасами, также наблюдаются определенные проблемы, потому что Европа, естественно, не готовилась к такой войне, которую Россия начала против Украины. И вот сегодня стало известно, что Эстония начинает наращивать производство 155-мм артиллерийских боеприпасов. Об этом в интервью Bloomberg News заявил министр обороны Эстонии Ханна Певкур. Он подчеркнул, что эти боеприпасы будут использоваться как для оказания помощи Украине, так и для пополнения собственных запасов. Он объяснил, что сейчас в целом европейские промышленные мощности производства боеприпасов выросли, что является положительной тенденцией. И, возможно, к концу этого года или к началу следующего года эти мощности позволят производить вдвое больше, чем в Европе производилось год назад. Ну а ранее в этом году Эстония направила членам Евросоюза политический документ, в котором заявила, что блок располагает мощностями для производства около 300 тысяч снарядов в год. При этом вся эта помощь Украине, о которой мы вам рассказываем в наших подкастах, она, конечно, является следствием колоссальной политической борьбы и не всегда одобряется с первого раза. И вот сегодня, к примеру, стало известно, что Евросоюз откладывает решение о введении специального налога на замороженные российские активы. Это произошло из-за того, что несколько стран противодействуют на данный момент принятию этого решения. В частности, речь идет о Германии и Франции. По крайней мере, об этом сообщает журнал «Политика» со ссылкой на три источника, знакомых с ходом переговоров внутри Европейской комиссии. Я напомню, что Еврокомиссия объявила о планах обложить специальным налогом на помощь Украине прибыль, полученную от инвестиций, замороженных из-за санкций российских активов, на сумму порядка 214 миллиардов долларов. Как сообщала Bloomberg, сегодня представители Еврокомиссии должны были встретиться для обсуждения этого плана, что делать с российскими активами, с чиновниками из Бельгии, Германии, Испании, Италии и Франции. А на следующей неделе пройдет встреча с представителями всех стран Евросоюза по этой теме. Ну вот противники этого плана опасаются, что изъятие российских активов приведет к снижению инвестиционной привлекательности еврозоны. В то же время страны Балтии и Польши настаивают на полной конфискации российских активов для того, чтобы пустить эти деньги на помощь Украине. Ну а Москва, понятно, требует от стран Запада разблокировать все эти активы. Надо сказать, что только в марте Всемирный банк оценивал послевоенное восстановление Украины как минимум в 411 миллиардов долларов. Ну а некоторые оценки, они превышают триллион долларов, которые понадобятся, чтобы восстановить тот ущерб, который Россия нанесла Украине. В свою очередь Соединенные Штаты как раз передают Украине конфискованные у попавших под санкции российских олигархов активы. И об этом Антони Блинкен тоже говорил в Киеве. Он специально об этом объявил. Финансовая помощь, конечно же, поступает и напрямую Украине, а не только с помощью конфискованных или замороженных активов России. В частности, например, Япония уже помогла Украине с начала вторжения более чем на 7,5 миллиардов долларов. Почему я об этом рассказываю? Потому что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сейчас находится в Японии. И он там выступал на пресс-конференции в Национальном пресс-клубе японском. И, конечно же, поблагодарил Японию за всю эту помощь. Япония сейчас председательствует в Большой Семерке. Довольно много в этом году было сказано от имени Большой Семерки, в том числе и о начале двухсторонних консультаций с Украиной, о заключении, опять же, двухсторонних соглашений о гарантиях безопасности. И Украина, по словам Стефанчука, благодарна всем странам группы семьи, особенно Японии, которая в этом году председательствует в Большой Семерке. Украина благодарна Японии за беспрецедентные решения по оказанию нелетальной военной помощи, за прием украинских эвакуированных и так далее. Действительно, Япония против всей своей предыдущей практики начала принимать довольно много людей из Украины в качестве беженцев и так далее. В общем, этого раньше совершенно эта страна не практиковала. Но в то время как некоторые государства очень сильно стараются помогать Украине, люди, которые располагают активами сравнимыми с бюджетами некоторых государств, делают кое-что наоборот. Во всяком случае, это следует из биографии Илона Маска, которая вот сейчас буквально всплыла, что называется. Ее написал Уолтер Айзексон. И в этой биографии говорится о том, что Илон Маск в 2022 году тайно поручил своим сотрудникам отключить спутники Старлинк рядом с побережьем оккупированного Крыма, чтобы сорвать атаку вооруженных сил Украины на российский военно-морской флот. Это, конечно, скандальное откровение. На него сразу же обратила внимание СНН. И, в общем, там без уточнений, но приводятся слова Маска, что Старлинк не был предназначен для участия в войнах. Он был сделан для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, а не наносить удары дронами и так далее. Но, в общем, Айзексон, автор биографии, считает, что Маск опасался нового Пёрла Харбора. Как он выразился, что в результате атаки Украины на российский флот Россия начала бы применять ядерное оружие. Ну и, соответственно, всё бы это перешло на новый уровень. Но это данные не первые о том, что роль Илона Маска в российской войне против Украины такая совершенно неоднозначная. С одной стороны, действительно, Старлинк используется украинскими военными, с другой стороны, Маск периодически делает заявления, которые, ну, что называется, по-разному воспринимаются в Украине, например. Да, и, конечно, в будущем мы будем всё больше узнавать об этой войне, то, что называется, было за кадром. Но перейдём к новостям о репрессиях в России. И, конечно, больше всего о реальных настроениях в обществе свидетельствуют попытки поджога военкоматов и вывода из строя железнодорожных путей. И власть за такие попытки жестоко наказывает. Вот сегодня стало известно, что в Нижнем Новгороде Западный окружной военный суд приговорил Максима Попова и Илью Хаимова, которых подозревали в попытке поджога военкомата, то есть никакой военкомат они даже не подожгли, к 5 и 7 годам колонии особого режима. Об этом сообщает ОВД «Инфо». Их задержали 16 октября, и вот сегодня им вынесли приговор. Также, естественно, российская власть пытается блокировать любую информацию, либо критическую, либо просто правдивую по поводу войны в Украине, и давит на журналистов, в частности, изо всех сил. В Абакане, в Хакасии суд приговорил к 5,5 годам колонии главного редактора хакасского журнала «Новый фокус» Михаила Афанасьева. Его они обвинили в так называемых фейках про российскую армию. История процесса Михаила Афанасьева освещалась многими нашими коллегами, и здесь совершенно очевидны те самые усилия по затыканию ртов в России, как и с информационными ресурсами, которые что-то рассказывают о войне, либо о ситуации внутри самой России. Во всяком случае, об этом с радостью говорит Роскомнадзор, когда говорит, что только в первом полугодии этого года были заблокированы или удалены более 885 тысяч сайтов, которые Роскомнадзор называет содержащими запрещенную законодательством информацию. И это на 85% больше, чем за тот же период 2022 года. Понятно, что информационная блокада, которую российская власть пытается установить для общества, она труднопрорываема. Но мы вовсю пытаемся это делать каждый день по будням, рассказывая вам о фактах в нашем подкасте. Сегодняшний выпуск нашего подкаста на этом завершается. Его провели Алексей Горбачев и Данил Игорь Петрович. Пожалуйста, подписывайтесь на Apple и Google платформах на наш подкаст и слушайте прямо с сайта «Голоса Америки». Большое вам спасибо за внимание. До встречи завтра.